Ну, насколько вот так я припоминаю, было какое-то такое всеобщее бурление в кулуарах вот музыкальной определенной молодежи, молодой тусовки по поводу того, что все как-то не очень справедливо происходит, то есть возник слух устойчивый, что администрация дома самодеятельности посылает на гастроли не те группы, которые, не всегда те группы, которые просят регионы, а, ну, можно сказать, проверенных своих любимчиков, то есть зоопарк, аквариум и кино. И вот в связи с этим возникло какое-то ощущение, ну, и плюс постоянные слухи о том, что борьба за билеты, вот борьба за билеты, за то, чтобы провести своих родственников, там, друзей на концерт, это было дико сложно, каждый раз нам выдавали какие-то, а при этом мы периодически видели, что кто-то выходит и продает эти билеты за деньги. Вот это тоже очень неприятно как-то резало, ну, общее впечатление о ситуации. Ну, вот это ощущение несправедливости, что как-то какие-то закулисные игры, надо бы с этим заканчивать. Ну, и даже я помню, мы по поводу тоже вот этой заявки, я помню, то ли из Казани, то ли откуда-то нам потом прислали уже письмо, типа, мы же вас приглашали, а вот нам в руклубе сказали, нет, можем вот кино, телевизор не поедет. Ну, вот он не может, какие-то такие вот накладочки происходили. Вот, ну, я понимаю, побаивались, может быть, скандала там и так далее, но дальше началось просто какое-то такое брожение спонтанное по поводу того, что давайте, может быть, соберемся на общем собрании и переизберем совет руклуба. Для того, чтобы все как-то было более справедливо организовано. Ну, и дальше вот как-то встречались, разговаривали, что-то там согласовывали какие-то свои претензии. Вот там, я помню, Юра Рулев так активно очень участвовал в этом деле. Ну, и все мы общались тогда, я говорю, с аукционом, с группой присутствия. Там, на самом деле, еще и частично тоже, ну, в общем-то, там групп 15 было в общей сложности, которые были недовольны ситуацией и в концертной области, и вот по организации концертов, и, может, по какие-то личные там были трения с администрацией, там, с советом рок-клуба. Ну, в общем, в результате было собрание, все высказывались. Ну, вот я, например, помню, там это вот у меня большие какие-то яркие впечатления, может быть, даже остались такие негативного характера от выступления Житинского тогда, который выступил в защиту, как сказать, истинных талантов, как он это все сформулировал. То есть, дескать, поднимают бучу бездари. А истинные таланты, то есть, Борис Гремещиков, под которого он уже тогда подползал, вот, они, значит, внезапно ниоткуда взявшиеся Житинский, никому неизвестные, почему-то стал специалистом в рок-музыке, нас это все очень удивляло. Кто это вообще? Кто это? И, выходит, человек начинает со сцены учить жить. Ну, это все выглядело очень, сама форма подачи материала, это было очень унизительно. Я помню, что мы сидели, и как-то было ощущение какой-то оплеванности. Ну, то есть, выходит незнакомый человек и начинает тебе говорить, что ты бездарь. Просто бездарь. А вот Боря у нас. И выходит Боря и говорит, ребята, давайте жить дружно, кот Леопольд такой. Ну, как это он обычно, периодически выступает в роли миротворца. Он вообще ничего толком не сказал, просто призвал всех жить дружно и не устраивать никаких буч. Возникло вот такое напряжение, такое брожение, там, типа, как-то нас тут не ценят, нас тут не любят. Ну, и потом, тут еще связано с музыкой тоже, как-то, мне кажется. Потому что мы все время это перетирали, это же музыкально, это мы все там представители, так скажем, новой волны. Мы недавно вступили в рок-клуб, и мы, у нас нет, с одной стороны, никаких вот этих вот покровителей в виде Бориса Гребенщикова. Нет продюсеров, как бы, и поэтому, ну, возникают еще вкусовые разночтения. То есть, скажем, вот мы делаем музыку, дескать, а они делают какие-то старые пердунские там аранжировки в стиле группы Дорс, которые уже все там, типа, протухли, нам это все неинтересно. И вот, и при этом заняли все места, все концерты их, и как-то, ну, в общем, вот это вот обычное, я думаю, вот дайте место, дайте мне мой кусок жизни, как пел вот Борис Борисович в свое время. Вот это вот, наверное, такое вот было, да что же вы делаете, типа, ну, и, типа, хватит нудить там о любви, там, давайте о чем-нибудь актуальном, сколько можно это все, all you need is love, все это понятно, хорошо, мы все это любим, но и все там вместе играют в одну долю, все это неинтересно, 10 гитар, непродуманной аранжировки, вот, вот тут все вместе, вот это все накопилось, музыкальные противоречия между мейнстримом таким, который тогда существовал, ну, на наш взгляд, в рок-клубе, и считался и эстетическим потолком, вот, вот, ну, нам самим, конечно, нравился аквариум, и самим все это было увлекательно, и мы все прошли через фанатство, но потом вот возникло какое-то ощущение, что разочарование некоторое возникло на каком-то этапе, вот, не настоящий, а царь-то не настоящий, вот такое было тоже, ну, пообщались там какие-то, видимо, от близкого знакомства возникает зачастую разочарование в личных качествах небожителей, которых мы до этого считали богами. Ну, вот, вот, все это, такая вот подростковая вся эта кровь вскипала, адреналин бурлил, и мы перезбрали таки совет рок-клуба, насколько я помню, вот, туда вошла Марьяна Цой, там, вот, я был туда избранный, и я не помню, кто был изгнан, наверное, Николай Михайлов лучше вспомнит, наверное, Джорджа не стало Гуницкого, я подозреваю, и Фанштейна, да.